Кто живёт на дне Марианской впадины? Почему нацисты стремились исследовать её во время Второй мировой войны? Я расскажу вам про невероятные находки и секреты, которые таит это удивительное место. А в конце оставил самое безумное, одну из версий того, как эта дыра в Земле вообще возникла. Реальная глубина. Но давайте буду идти постепенно. Марианская впадина – это настоящая загадка мирового океана. Находится она в Филиппинском море, недалеко от юго-восточной части острова Гуам. И своё имя она получила благодаря соседству с Марианскими островами. Точную глубину этого жёлоба до сих пор не удалось установить, но одно из самых знаменитых измерений, проведённых на борту советского научного судна «Витязь» в 1957 году, показало цифру в 11 022 метра. Самая глубокая точка жёлоба носит название «Бездна Челленджера». Интересно, почему Марианская впадина так глубока? Учёные считают, что здесь происходит столкновение двух тектонических плит – маленькой Марианской и гигантской Тихоокеанской. Это событие создаёт такую уникальную и глубокую формацию. Правда, это не единственная версия, скорее просто официальная, чтобы люди не задавались лишними вопросами. Факты Почему на дне Марианской впадины скрыты горные вершины? Четыре из них возвышаются более чем на два километра над дном. Эти горы были впервые замечены в 20 веке благодаря передовому оборудованию для изучения океана, ещё до того, как туда осуществили первые погружения. Тектонический разлом просто не мог их образовать с такой симметрией. Марианская впадина имеет форму полумесяца и тянется на длину примерно 2540 километров. Её средняя ширина составляет 69 километров, а максимальная глубина достигает 11 километров. Давление на дне впадины в 1100 раз выше, чем на уровне моря, а температура воды редко поднимается выше 3 градусов Цельсия. Неудивительно, что это место остаётся одной из самых загадочных точек на планете. Марианская впадина нередко упоминается как четвёртый полюс Земли. К двум географическим полюсам, северному и южному, добавляются геоморфны, Эверест как самая высокая точка и Марианская впадина как самая глубокая. Задумайтесь, весь Эверест мог бы уместиться в эту впадину, и сверху всё ещё осталось бы более километра воды. Количество людей, побывавших на дне Марианской впадины, можно пересчитать по пальцам одной руки. В 1960 году Джон Уолш из ВВС США и Жак Пикар из Швейцарии стали первыми, кто достиг этой крайней точки на батис-кафе Триест. Насколько невероятно должно быть видеть такие глубины своими глазами. А вот следующий визит закончился настоящим скандалом в интернете. Странная находка. Вторым смельчаком, осмелившимся коснуться дна Марианской впадины, стал никто иной, как Джеймс Кэмерон, режиссёр, прославившийся благодаря фильму «Аватар». В 2012 году он спустился на дно в абсолютном одиночестве, оставив свой след в истории исследования глубоких вод. Кэмерон не только снял уникальные кадры местности, но и привёз на поверхность образцы морских обитателей. Его погружение получило широкий резонанс после того, как National Geographic показал документальный сюжет об этом событии, вызвав огромный интерес к видео с глубин океана. Но не обошлось и без мистики. Уфологи и любители загадочного на протяжении многих лет строили догадки о существовании на дне впадины всевозможных неизвестных существ и даже цивилизаций. Видео с дна, по слухам, должно было подтвердить их теории. Некоторые даже утверждали, что увидели на кадрах следы доисторических монстров и даже элементы инопланетных технологий. Самым запоминающимся стал случай с фотографией, которая изображала пещеру-ссылка, похожую на древние гробницы Майя. Фото вызвало бурю обсуждений в сети после того, как пользователь Reddit указал на его необычные контуры. И самое странное, что Кэмерон сначала признал снимок, а потом отказался от него, заявив, что у него не было оборудования, которое способно сделать такую качественную фотографию на глубине. Странно, правда? В итоге шум улегся. А правды мы в очередной раз так и не узнали. Публикация стала вирусной, однако, как выяснилось позже, никаких серьезных исследований по этому поводу. Проведено не было. Все так и спустили на тормоза. Обломки инопланетных кораблей Сейчас Марианская впадина является морским заповедником. Это значит, что в ее пределах запрещена любая деятельность, связанная с промышленной добычей ресурсов, включая рыболовство и добычу полезных ископаемых. Единственное исключение – научные исследования, направленные на изучение и сохранение уникальной подводной экосистемы этой глубоководной территории. Обследование этих глубин также породило множество вопросов о существовании других разумных форм жизни на Земле. Один из наиболее захватывающих инцидентов произошел летом 2012 года, когда беспилотный аппарат «Титан» на глубине 10 тысяч метров обнаружил необычные объекты. «Титан» был запущен с научно-исследовательского судна «Рик Мессингер» с целью проведения видео и фотосъемки подводного мира. Во время миссии камеры зафиксировали странные металлические блески, а затем в свете прожекторов появились крупные объекты, напоминающие летающие тарелки, расположенные на площади около квадратного километра. Спустя несколько минут после этого «Титан» прекратил передачу данных и так и не вернулся на поверхность. Этот случай вызвал бурное обсуждение возможного существования инопланетной жизни. А можно ли жить на такой глубине? Этот инцидент подчеркивает, насколько мало мы знаем о подводном мире нашей планеты. Более трех четвертей поверхности Земли покрыто водой, и именно в воде зародилась жизнь. По мнению ученых, подводные глубины могут быть домом для доисторических животных и потенциально для разумных существ, чья цивилизация могла развиваться в течение миллионов лет. Источники гидротермальной активности на дне впадины, такие как гидротермальные источники, могут предоставлять все необходимые условия для поддержания жизни, создавая уникальные экосистемы, о существовании которых мы даже не подозреваем. Я дальше вам еще покажу существ, которые там обитают. Только держите в уме, что это только то, что мы знаем. И вопреки давнему предположению, что жизнь на глубине свыше 7 километров невозможна, последние исследования показали обратное. На глубине, где царит полная темнота и крайне ограниченный кислород, обитают уникальные формы жизни. Эволюция проходит здесь крайне медленно, что делает обитателей похожими на доисторических существ. В этих условиях обитают в основном мелкие ракообразные, в то время как рыбы способны выживать лишь на глубине до 8 тысяч метров. Эти существа представляют собой живое подтверждение удивительной адаптации к экстремальным условиям морских глубин. И вот вам еще одна загадка Марианской впадины. Блуп. Блуп – это таинственный звук, впервые зафиксированный в 1997 году гидрофонами Национальной, Океанической и Атмосферной Администрации США, размещенными на огромном расстоянии в 5 тысяч километров друг от друга в Тихом океане. Этот громкий и необычный звук сразу привлек внимание ученых. И да, по мнению многих ученых, источник этих странных колебаний находился в районе Марианской впадины. В течение многих лет происхождение Блупа оставалось неразгаданной загадкой, порождая всевозможные теории, включая предположения о существовании какого-то гигантского морского монстра. По скромной оценке ученых, это существо должно было весить несколько тысяч тонн. Представляете? Однако детальный анализ и исследование звукового спектра в конечном итоге помогли ученым выдвинуть еще одну версию происхождения этого явления. Они предположили, что Блуп был результатом криосейсма, события, связанного с трещинами и разломами льда в Антарктике, происходящего при откалывании айсбергов от ледников. Но тут же возникает вопрос. Если льды двигаются и сталкиваются постоянно, то почему этот звук зафиксировали только тогда? И почему речь идет про Антарктиду, когда источник был в районе Марианской впадины? Все это так и осталось без ответов. В последующих исследованиях, особенно в контексте изучения климатических изменений и их воздействия на полярные регионы, Блуп стал важным объектом для научного анализа. Мне почему-то кажется, что от нас вполне могут умолчать некоторые детали. Поэтому остается только гадать. Ладно. А кто тогда уже доказано живет на дне Марианской впадины? Иглород. И на самом деле, тут полно различных организмов и далеко не самых крошечных. Например, иглород – это настоящий морской фонарик, обитающий на глубинах свыше 1800 метров, где царит почти полная тьма. Эта небольшая рыба, длиной всего около 15 сантиметров, обладает уникальной способностью к биолюминесценции. Ее тело усеяно светящимися органами, которые иглород использует не только для общения с сородичами, но и в качестве защиты, а также как приманку для привлечения добычи. Одной из самых замечательных особенностей иглорода является светящееся утолщение на конце его усика. Этот усик работает как ловушка. Его свечение привлекает мелких рыб, которые воспринимают его как легкую добычу. Однако, подплывая ближе, они сами становятся жертвами прожорливого иглорода. Таким образом, иглород превращает глубоководную темноту в свое преимущество, используя свет как средство выживания и охоты. Думаете, что это все? Нет, вот еще один монстр из глубины. Площеносная акула. И да, это уже настоящий хищник. Площеносная акула получила свое название благодаря необычной структуре жабр. У нее есть шесть рядов волнистых жабр, каждый из которых достигает в длину около 1,8 метра. Представляете, эти акулы предпочитают глубины свыше тысячи метров, где они редко встречаются с человеком. Площеносные акулы, поднятые на поверхность, умирают почти мгновенно из-за резких изменений в окружающем давлении, что делает наблюдение за ними в их естественной среде единственным способом исследования. Но, как вы понимаете, делать это на глубине почти 12 километров очень проблематично. Поэтому даже трудно предположить, какой длины и массы могут достигать самые большие особи. Бочка глаз. Ну и еще одна странная рыбка. Бочка глаз – еще одно удивительное создание морских глубин, которое приспособилось к жизни в условиях крайнего недостатка света. У этой рыбы прозрачная голова, что позволяет ее глазам, напоминающим бочонки, свободно перемещаться внутри. Эти глаза обычно направлены вверх, что дает бочкоглазу возможность видеть силуэты потенциальных жертв, плавающих над ним. Такое строение помогает рыбе улавливать даже самые слабые и рассеянные лучи света, что критически важно для выживания в темных глубинах океана. Воронка на дне. Кстати, вот вам еще интересный факт. Он касается уникального процесса, происходящего в Марианской впадине. Бездна Челленджер, самая глубокая точка впадины, играет роль своеобразной воронки для воды, которая просачивается сквозь трещины в земной коре. Это место – пересечение двух тектонических плит, где более плотная и старая Тихоокеанская плита постепенно поднимается под менее значительную Марианскую плиту. В результате этого движения огромные объемы морской воды проникают в трещины, достигая земной коры и верхней мантии. На такой глубине при высоких температуре и давлении вода инкапсулируется в минералах и транспортируется глубже в мантию. По оценкам специалистов, за последний миллион лет более 80 миллионов тонн воды были таким образом перенесены под земную кору. Куда и что там с ней происходит? Да подлинно неизвестно. Что искали нацисты? Думаете, что это все загадки Марианской впадины? Нет, я только подошел к самому интересному. В самом разгаре Второй мировой войны, когда борьба за технологическое превосходство достигла апогея, немецкие ученые и инженеры обратили свой взгляд к неизведанным глубинам мирового океана. В 1943 году, по секретной программе, нацистская Германия начала осваивать Марианскую впадину, самую глубокую часть мирового океана. Что они искали? Официально целью экспедиции были океанографические исследования, но на самом деле задачей было исследование возможностей добычи редких минералов и изучение неизвестных биологических видов, которые могли бы найти применение в создании нового вооружения или медицинских препаратов. Для выполнения этой миссии был разработан специальный подводный аппарат «Левиафан», способный выдерживать экстремальное давление глубин более 10 тысяч метров и оснащенный передовыми системами жизнеобеспечения. После многомесячной подготовки и испытаний «Левиафан» отправился в свое первое погружение. Научная команда на борту смогла собрать образцы неизвестной ранее флоры и фауны, включая уникальные виды рыб, адаптированные к жизни при высоком давлении и в полной темноте. Самым значимым же открытием стало обнаружение редкого минерала с уникальными энергетическими свойствами. К сожалению для Германии, к моменту возвращения «Левиафана» война уже приближалась к завершению и руководство страны так и не смогло воспользоваться полученными данными. После войны архивы проекта были изъяты союзниками и результаты немецких глубоководных исследований оказались утеряны или просто спрятаны. Как появилась Марианская впадина? Ну и как обещал в самом начале, вот вам одна конспирологическая теория появления этого места, которая превосходит все остальные по своей фантастичности и масштабам. Но поверьте, она имеет право на существование. Согласно этой теории, Марианская впадина не просто природное геологическое образование. Она – результат древней технологической катастрофы, произошедшей в эпоху, когда древние цивилизации владели технологиями, позволяющими им управлять тектоническими плитами Земли. Ведь никто не будет отрицать, что индейцы майя или люди в Египте владели уникальными навыками и знаниями, которые не соответствовали их уровню развития. Возможно, что древние народы использовали мощные энергетические источники, силы которых мы можем только представить. Эти источники позволяли им осуществлять масштабные геоинженерные проекты, включая создание искусственных впадин и каналов на дне океана для управления морскими течениями и изменения климата. Марианская впадина была одним из таких проектов, предназначенным для стабилизации климата на планете. Однако, по некоторым версиям, произошла катастрофа, вызванная нестабильностью используемых энергетических ресурсов или глобальным конфликтом между древними нациями. Это привело к масштабному тектоническому сдвигу, в результате которого образовалась настоящая Марианская впадина. Сама цивилизация, ответственная за это событие, была уничтожена или забыта, оставив после себя лишь этот загадочный след на дне океана. В пользу этой версии говорит ее странная форма, которая не соответствует обычному движению тектонических плит. А что вы думаете? Как появилась Марианская впадина и что может быть на ее дне? Пишите в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, можете писать сценарии, монтировать ролики или озвучивать видео, переходите в мой телеграм, бот по ссылке в описании, буду рад с вами сотрудничать. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok